Да, неспокойно и на экономическом фронте, однако есть и хорошие новости. Обсудим их с нашим следующим гостем. Эрик Найман, экономист, финансовый аналитик, член Совета по вопросам экономического развития Украины. Здравствуйте, Эрик. Эрик, приветствуем вас. Добрый день. Сегодня в Киев приехала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Как вы думаете, кроме тех целей, которые обозначены официально, цели визита, какие могут оказаться за кадром? Что в кулуарах будут обсуждать в плане, я так понимаю, помощи Украине? В первую очередь уже нужно понимать, впереди 23-й год и нужно готовить программу для фонда восстановления Украины, источники денег и бюджет, потому что на следующий год уже предварительные параметры были объявлены. По бюджету, бюджет с дефицитом оценивается в 3-3,5 миллиарда долларов ежемесячно. Естественно, одним из ключевых источников, я думаю, должна быть Европа. Эти деньги предполагаются, что Украина будет получать безвозмездно или на каких-то условиях? Ну, сейчас большую часть Украина получает все-таки безвозмездно. И там идет два параметра помощи. Это финансовая помощь и военная помощь. И оба варианта, они так или иначе связаны с бюджетом. Ну, то есть я думаю, что все-таки большая часть будет идти грантовая и безвозмездная. Вот там, где кредиты, это МВФ. Но мы на данном этапе можем говорить о том, что Украина без помощи не останется. И вот этот дефицит просто огромный, о котором вы сказали, 3-3,5 миллиарда долларов в месяц, он так и будет перекрыт с помощью наших европейских партнеров? Ну, уже тоже было озвучено, что примерно половину этой суммы будет давать по-прежнему США. Но я думаю, что США в основном будут давать в виде оружия, то есть в виде военной помощи. А Европа будет давать больше в виде финансовой макро-помощи. И вот, ну, вариантов других нет. Просто вот других вариантов нет. Но исключительно помощью все ведь не ограничивается. Помощь в военное время столь необходима. Но после того, как Украина победит, это должно перерасти в нечто иное. То есть изменить форму. Должно стать полноценным сотрудничеством на взаимовыгодных условиях. Кстати, об этом Урсула фон дер Ляйен также говорила в своем традиционном обращении к Европарламенту. Я сейчас процитирую коротко и попрошу вас, Эрик, прокомментировать. В частности, она заявила о том, что я хочу значительно расширить взаимовыгодную торговлю. Мы уже приостановили импортные пошлины на украинский экспорт в ЕС. Мы введем Украину в нашу европейскую зону свободного роуминга. Объясните, пожалуйста, какие перспективы сейчас открываются перед Украиной? В чем взаимовыгода сотрудничества между ЕС и Украиной, в частности, на этом поприще? И что же за зона свободного роуминга? Ну, в первую очередь, речь идет об энергетике. И Европа оказалась... Ну, она сделала неверную ставку на российские энергоносители. В виде газа, нефти, даже уран. Поэтому отчасти Украина может закрыть энергетические вопросы Европы. Это газовое хранилище, это добыча газа, это водородная тема. То есть там очень много моментов, в которых Украина энергопрофицитна. Ну, мы почти всегда были энергопрофицитны. И мы хороший хаб для хранения энергии, различных видов энергии. И для передачи их в Европу. Поэтому вот это, я думаю, что ключевая точка сотрудничества. Что такое свободный роуминг? Объясните, пожалуйста, Эрик. Вот это я не знаю. Окей, тогда по своим источникам, если не ошибаюсь, то это совершенно свободное использование мобильной связи без непосредственно подключения к тем мобильным операторам, которые в Европейском Союзе состоят. То есть, по сути, украинцы, приезжая в любое государство, в любую страну Европейского Союза, смогут точно так же мобильную связь использовать своих собственных операторов. Не переплачивая, не доплачивая за это ни копейки. По-моему, это так. Давайте поговорим про украинский бюджет. Кабмин на днях передал его проект в Верховную Раду. Можете рассказать, насколько он будет сложным, проблемным и какие основные показатели в него включили чиновники? Ну, то, что было озвучено, очень консервативная оценка. Очень консервативная. Она предполагает, что украинский бюджет будет очень мало денег зарабатывать. Прогнозируется, что ВВП Украины вернется к росту. То есть, опять экономика начнет расти. Причем такой достаточно сильный рост прогнозируется. А при этом доходы бюджета будут, наоборот, даже сокращаться. И я думаю, что в этой части Украины есть резерв. То есть, что есть резерв, причем очень значительный. Что если все-таки удастся освободить порты, улучшить логистику, то Украина заработает денег намного больше. И вот этот дефицит бюджета, который сейчас прогнозируется, он все-таки будет, может быть, в два раза даже меньше. То есть, это вот первое. Очень консервативный в части доходов. В части расходов все справедливо. Примерно так, как и прогнозировалось, как и ожидалось. Война – дело дорогое. Восстановление – дело еще дороже. Поэтому, я скажу так, прогноз умеренно позитивный. То есть, что экономика возобновит рост, но при этом государство будет не связывать ее высокими налогами. Как много в этом бюджете запланировали трат на оборонный комплекс? – Безопасность и оборона порядка 40%, может, чуть больше даже. То есть, между 40 и 45%. То есть, львиная доля – это безопасность и оборона. – Это примерно 1 триллион, по-моему, гривен, если 40-45%. – 3 триллиона – 136 миллиардов. – Этот показатель в историческом сравнении рекордный. Ранее сколько было? – Да, я не помню точно, сколько было, но это точно исторический максимум. Таких цифр никогда на безопасность и оборону, даже близко, не выделено. То есть, это раза в два, наверное, больше, чем предыдущий рекорд. Ну, большая цифра и на социальную сферу направлена. То есть, второй блок – это 800 миллиардов гривен социальные расходы. Я думаю, что как раз тот резерв, который потенциально я вижу в доходах бюджета, он больше пойдет либо на восстановление Украины, либо на социальную сферу. Может быть, даже где-то и туда, и сюда. – Ну, а в других моментах, там, где не будет хватать средств, тут-то как раз западные партнеры помогут и всячески помогают уже на данном этапе. Эрик, скажите, пожалуйста, рассматривается ли в Европарламенте вообще идея о послаблении санкционного давления на Российскую Федерацию? Или при каких условиях готовы вообще начинать обсуждать эту тему? – Нет, тут это вообще не обсуждается. Объясню очень просто. Европа поняла свою стратегическую ошибку, что они сделали ставку на ненадежного партнера. Хотя мы об этом говорили много раз. Украина каждый год говорила, что Россия вас в итоге подведет. Она будет использовать газ как оружие. Европа делала вид, что ничего не произойдет, что все будет хорошо. За что и в этом году и поплатилась очень жестко. И Европа переживет сложную зиму. Но они понимают, что Россия, нельзя ей дать сегодня ни одного шанса не победить. Санкции – это подыгрыш врагу. Поэтому это не обсуждается. Я понимаю, что есть страны, такие как Венгрия. Ну и это самый, наверное, крупный игрок в Европе. Но против Венгрии сейчас поднимается вопрос о том, что у них коррупция и что их будут лишать европейской помощи. Таким образом возвращать в лоно Европейского Союза. И Венгрия так или иначе тоже начнет вводить санкции против России. Но это будет и с другими странами. Поэтому не обсуждается в виде смягчения. Эрик, вот уже те санкции, которые работают, на сейчас нанесли серьезный удар по экономике России. Я читаю свежий документ Минфина России, который раздобыло агентство Bloomberg. Вот несколько фактов я сейчас озвучу. 300 миллиардов долларов замороженных резервов Центробанка. 4,5 триллиона рублей замороженных евробондов. 563 миллиарда рублей замороженных розничных активов. 40% капитализации фондового рынка потеряла Россия. И 10% банковского капитала. А вот скажите, все вот эти потери в огромных цифрах, а как они уже отражаются на простых россиянах? Или как они отразятся? И когда еще отразятся? Тут еще нужно добавить, что бюджет России, вроде бы она богатая. Вроде бы высокие цены на газ, на нефть. Вроде бы делают вид, что ничего не происходит. Но бюджет России стал уже дефицитным. Даже Силуанов, он предупредил еще несколько месяцев назад, что второе полугодие будет совершенно кошмарным для России. Набиуллина тоже говорит, что в России нарастают экономические проблемы. И что нужно быть очень консервативным. Поэтому, первое, в бюджете России денег нет. Они уже в дефиците. А значит, вопрос социальной поддержки России, ну, в самой России, он сейчас где-то на третьем, на четвертой, на десятой позиции. У них все деньги уходят на войну. И, ну, это, конечно, приведет к социальному взрыву, потому что, когда проблема в регионах, есть дотационные регионы, которым нужно помогать, а им нечем будет помочь. Что в этих регионах начнется? Социальный взрыв, поддержка безработных. Безработица уже растет и будет продолжать расти. Чем им помочь? Им ничем не смогут помочь. У них в бюджете просто дыра, которая все глубже и глубже расширяется. Да, но мы так понимаем или подозреваем, по крайней мере, пропагандисты так периодически российские говорят, что есть надежда на, ну, в частности, то, что разморозят 300 миллиардов долларов Центробанка или вернут замороженные евробонды 4,6 триллиона. Вот этот процесс, насколько вероятно, что этого Россия добьется? Того, что деньги, которые заморозили, вернут? Россия уже нарвалась на репарации, то есть она будет платить репарации. Практически всему миру. Поэтому могут они попрощаться со своими резервами и со многими другими активами, включая будущие доходы. А почему всему миру, а не только Украине? Ну, вот уже Европа, например, сказала, счета за газ мы отправим в Россию. Это прямой намек, что Россия получит свой счет за газовую войну, которую она открыла против Европы. Приблизительную оценку, Эрик, хотелось бы услышать вашу относительно следующего. Если, допустим, чисто гипотетически, к сожалению, ситуация на местах говорит об ином, но все же Россия сейчас прекращает свою военную агрессию, полностью возвращает все территории аннексированные, захваченные украинские территории, включая Крым, естественно. И после этого отменяются санкции. Сколько времени понадобится Российской Федерации для возвращения, ну, хотя бы приведения экономики в состояние довоенного периода? Не менее пяти лет. Пять-шесть лет. Это в лучшем случае уже. То есть это в таком вот варианте, да, когда сразу же все санкции отменены, и все вроде бы как постепенно будет возвращаться на круги своя, все равно понадобится не менее пяти лет? Да, потому что вскрылись технологические проблемы России. Сумасшедшая коррупция привела к тому, что у них нет своего практически ничего. Они в Иране покупают автомобили и бесплотники. В Северной Корее еще что-то такое. То есть, ну, представляете, Потемкинская деревня. И им в России придется очищать эти аргиевые конюшни, которые они сами же себе построили. У них была дорогая нефть и газ. У них были возможности строить больницы, поднимать свою промышленность. Они вместо этого строили танки, ракеты и покупали яхты и дачи. Да, да, и дачи. Вот только хотел сказать, буквально с языка сняли. Ну, понятно. То есть сегодня с каждым новым днем военной агрессии, которую Россия ведет в отношении Украины, они сами себе яму копают и делают ее все глубже и глубже. Эрик Найбан, спасибо большое. Спасибо.